Чё ты сказал? Короче, заходи. Закрывай двери. Закрываю. Чё базаришься? Базар Узира. Чё у тебя окна-то закрыты, я смотрю? Тогда не закрывай окна, летом ты прикалываешься? Скоро, я думал, за тобой приехал, ты перебухал. Я тебе принёс. У меня были выдышки, а может для этого? Вот это вот. Смазки цепит. Цепит. А у меня вилка. Какая разница? Это масло. Цепи, вилки, звёздочки. ВД-шка для вилки сначала. Страняет скрип, вытесняет влагу, очищает, защищает от коррозии, освобождает заржавевшие и закипывающиеся механизмы. Ну вот так сейчас положишь на него велик и смажешь его. Давай я задом. Может его на... А, нет, на руле его никак не поставить. Сейчас у тебя задние тормоза цепляют диск. Сначала с вилки, да, начнём? Так, конечно, на ВД-шку приснуть. Давай ещё-то дальше его двигай. Облокачивай на эту стенку. Всё. Первый Д-шку бери, трубку-то вставляй. Только мне, блядь, меня не прыснет. Ты прыска и там, где она должна опуститься. Опуститься она должна вот здесь, вот здесь. А её у вас не надо прысить. Вот сюда нужно, чтобы она попала. У нас два-три, масло. Да куда ты прыскаешь на диван-то, блядь? Да хат, ты чё делаешь-то, ёптите? Теперь с другой стороны. Мастер, ты как будто сварщик, блядь. Сейчас она её... Как ни странно... Ты в упор-то так не делай. Сейчас её брызгать будет. Блядь, вот хорошо. Штигрю на ковер пускай капать, потом выкинешь его. Ты совсем сзади-то прыснул? Да. Вот тут-то имеется в виду, ты прыснул? Вот с этой стороны. Да, я же туда и подводил изначально. Ну снимай, она прям снимается сверху. Сильней-то. Вот. Чё там за дела? Туда опрыскать можно, интересно? Или там масло должно заливаться? Посвети. Чем я тебе посвечу-то? Фонари-ка, блядь. Без фонари, одна. Блядь, как я сейчас туда посмотрелся? Бери, блядь, свой телефон супер-телефон свой. Эти две колбочки, они туда, наверное, для масла, нет? Смотри, стоит там какой-то, да. Я не знаю, там, наверное, должно быть масло быть. Это же твой амортизатор передний. Надо узнавать у ребят. Там нет ничего, там сухо вообще. Немного рыжа. Ну так, потому что там должно быть масло, наверное. Возможно. Зачем даже эти два колпачка? Там стоит какой-то подшипник. Я его и вижу. Ну, все правильно. Масло выпадает на него, подшипник крутится вот так в щеке, оно опускается, наверное. Попробуй туда этого прыснуть, вот этой штуке прыснуть чуть-чуть. Она сейчас разъест эту ржавчину или что там. Наверно. Теперь другую. Он сейчас должен так-то разъесть ее. У тебя он же не работает. Он скрипит. Он при ударе скрипит. Сейчас ты туда приснул эту штуку. Она сейчас провалится туда. Разъест ее. И туда масло, вон, пару капель. На нем ездил я. Я вообще на нем не ездил. Кто-нибудь туда не будет. Я не знаю, кто вообще на нем ездил. Там в натуре все ржало. Ну так туда нужен ВДшку, наверное. Слышь, из того растительного масла залить. Что-то я смотрел в Ютубе, заливали. Точно, Леха. Оно же разъедает ржавчину. У тебя растительное масло есть? Растительное? Да не надо этой штуки. Чуть-чуть ее надо. Чуть-чуть. Все, все, все. Хорош. Точно я вспомнил. Откуда ты вспомнил? На Ютубе смотрел. Давай посмотрим. Растительное масло туда добавлять. Хлобочки закрывать. Она же как этот дает тебе рессор. Точно. У тебя есть у тебя масло? Покажи. Я посмотрю, что там за состав. Обычный состав. Растительное. Растительное масло разъедает. Все. Проверь, кто тут добавляет растительное масло в велосипеды. Так ты колбу заливаешь. Ты представляешь, что масло нормального заливать? Его много надо. Ты колбу-то закрываешь. Там масловый подшипник зашевелится. Масло-то разъедает. Все. Тащи его. Да сейчас ничего не будет. В это масло туда не нальешь. Его много. У нас этого мало. Тащи его сюда. Дымит. Ну, блядь, он это... Конечно, реакция там проходит. Ну, так правильно все. Кто, блядь, заливает растительное масло в велосипед? Ты дурак. Ты не понимаешь, что для амортизации нужно масло? А масло разъедает... Так это оно специально. Масло-то должно быть. Я думаю, что... Сука, ты не даешь. Ты напухался, что ли? Ты не понимаешь, что для амортизации... Для амортизации нужно. Чтобы подшипник крылся, нужно масло, а не ВД-шка. Да, блядь, ну не растительное же масло-то, блядь. Вот это вот, может быть, я еще залью. Какое вот это-то? Мне кажется, что нету разницы. Если бы не было разницы, все бы заправляли нахуй подсолнечным маслом. И машины тоже. Почему тогда растительное масло смывает с руки краску, например, или со стены краску? Почему она ржавчину смывает? Она не все смывает. Все смывает. Не все. Я маляром отработал, блядь, 8 лет, но... Я знаю, что не все. Там стоит подшипник внутри, тебе нужно его смазать. Чем ты его смажешь? То, что ты сейчас ВД-шки впрыскишь, но у тебя опять сейчас встанет. Он сейчас ржавчину разъест. Она уже выветрилась у тебя. Ты что? Это же ВД-шка. Она ж сырая не будет. Он уже разъедает за секунду. Он разъедает, он дает ходу всей хуйне, а потом уже смазывает. Он как обезжиривает, обезжиривает. Все, я думаю, что сейчас вот эта вот вся грязь вылетит. Сейчас эту тряпочку еще протру. Сейчас еще вот эти вот места, кстати. Тебе колесо нужно снять и прыснуть там. Оставь его, постираешь. В любом случае. Как сварщик. Ты как сварщик, который варит на просвет. Какого разряда ты сварщик? Третьего. А Юра четвертого? Он-то на просвет варит. И Юра-то, блядь, где работает? На моторном, блядь. А ты велики собираешь. Я велики. А зря ты вытираешь. Зря ты сейчас вытираешь. Ты сейчас ее всю сотрешь. Пускай она скапывает на ковер. Я тебе говорю, он завтра полетит, нахуй. Он полетит, если туда масло нальешь. Да, блядь, не буду я подсолнечное масло туда. Ну любое масло, налей краску вон. Не, не пойдет. Оу! Сколько ты налил-то? Пять миллиметров, что? Леха, блядь. Кадр, блядь. Подшипник-то ты видишь? Сколько она? Пять сантиметров? Да сантиметров, чтоб был хотя бы. Тебе подшипник смазать, все. У меня велик стоит 30 косарей. Ну какое нахуй подсолнечное масло, да? Я не могу туда подсолнечное заливать. Понятно. Это, блядь, это как проверочный вариант, да? Ну опыт-то проведем. У меня ж тоже такие колбы есть. Посмотрим, что с твоим будет. Потом, если что. Запенится. Давай запеним нахуй пеной. Ты налил хоть чуть-чуть? Конечно. Я нормально налил по сантиметру, как ты и говоришь. Еще я говорю, я сам не знаю. Я просто так думаю, что там подшипник, нужно смазывать маслом. Закрывай пробки, сейчас выдохнется. Туда тоже можно масло плеснуть. Давай чисто проверим, вилка будет сейчас опускаться. Она должна опуститься. Ты прямо давишь, крышки закрой. Посмотрим. Мало масла. У меня, блядь, наверное, ровеса мало, блядь. Это, это, чтоб удар произошел и там какой-то смазочный видит. Подержи тогда я, чтоб смазочный видит. Подержи, я надавлю, блядь, удар. Там, оттуда, оттуда. Я держу. Пальцы к камере не ставьте, уже пальцы к камере ставь. Че нужно, надавить это, да? Не ебать. Поэтому я тебе грызь, блядь, соседей там нахуёк. Ну он вроде бы... Нихуя он вроде бы и не это. Пошибить не идет. Он еще, наверное, рано. Пускай простоит еще чуть-чуть. Но это только завтра надо узнать на кочке, допустим, когда он немножечко ударится, и чтоб он просел и смазал эту тему. Наверное, да. Ну, с какой-нибудь бордюра спрыгнуть на него? Да, да. То есть удар раз, бах. Поэтому он скрипит, конечно, там нечего смазывать. Вот так все, пусть пока стоит, наверное. Но цепь... Через 10 минут надо смазать его маслом. Да, сейчас немножечко выпечка отойдет. Да. И тогда маслом твоим... Вот оно. Для цепи. Что за масло для цепи? Как его лить, я не знаю. Ты знаешь? На тряпочку льешь чуть-чуть и просто проходишь, протираешь. Я говорю, его надо было сначала помыть. Нормально, там, тряпочка везде протереть, там, туда-сюда. Потом ВДшечкой везде пройти, дать постоять ему, ну там, я не знаю, чтобы от его ржавчина отошла, вот эта вся вот залупа, дрязь вышла. Ну. Потом опять же протереть немножечко и маслом пройти. И все, и он, блядь, усохновлен. Маслом пройти. Масло еще дохуя. Давай, да. Ну чё? Я думаю, сейчас поедет вообще огонь. Мы его промазали, пропшикали. Турбомасло добавили. Турбомасло добавили. Я думаю... Как масло называлось? Чё рекомендуешь всем ребятам? Золотая семечка. И семечек туда еще щепотку брось. Семечек и флотку. Смотри, бомбартизатор, посыпаешь он стоять. Короче, завтра уже проверишь. Ладно. Я полетел. Мне нужно по делам. Давай. Плохо, что мы его не помыли сегодня на речке. Ну, блядь. Блядь. Займешься в ванну вон у пола. Посположи его к себе в ванну и мой его хоть, блядь, целыми днями. Все, давай. Всем пока. Всем пока. Загляну туда. Посмотрю, чё с маслом. Ушло оно туда или не ушло? Вечером? Ну, блядь. Не знаю. Позже, через два часа. А, туда будешь вилку смотреть? Да, да. Я эту открою и посмотрю, оно ушло туда или нет. Если ушло, надо добавить масло. Если ушло. У меня веса не хватает. Тогда на кочке он тебе сам автоматически сыграет. Туда надо масло добавить. Мне кажется, то ушло-то мало. Там ржавчины, жара, блядь. Ставь его вон к столу и все. Подожди, у нас же еще эта хуйня скрепела. А чем ты ее разберешь? Подожди. Она же вилка еще как-то, блядь. Вот что-то на крыле капает. Я не могу понять, что на крыле капает? Где? Вот на крыле сырое. Так это я же прыскал, блядь, туда и попал на крыло. Ага, понял. Ты не видишь просто, она не... Тебе нужно в ВДшке туда будет прыснуть. Но ты уже прыснешь без меня, короче. Я полетел. Ставь его, паркуй. Как-то надо открутить. Здесь, наверное, въебать. Короче, завтра он будет лететь у тебя по-любому. Да, он уже должен лететь. Думаешь? Я думаю. Если масло там вилки закончилось, что будешь делать? Пойду в магнит. Все. Все. Как будто ты? Как будто ты? Как будто ты? Как будто это сыра.